Пасека у меня под 180 пчелиных семей, улья доданы, порода пчел крайенькая, три передвижных платформы по 25 пчелосемей, летом находятся до 10 тачков. По образованию я профессиональный пчеловод, и наследственный, у меня и прадед был пчеловод, и дед был пчеловод. Закончил училище пчеловодов, потом в Киеве сельхозакадемию за инженерный факультет специализации пчеловодства. Вся жизнь связана с пчелами. И пчелами все мы занимаемся для того, чтобы получить, содержать семью, скажем, повысить доходность пасеки. И одним из путей повышения доходности пасеки является, конечно, кроме товарного меда, пчелопакетов, это сбор пыльцы. Значит, то, что мы видели на предыдущем фильме, это, конечно, прогрессивное, новое, но я буду рассказывать о том, что с какими ульями мы в основном все работаем, это доданы, и как можно повысить доходность пасеки, работая с додановскими ульями. Значит, про пульсуловители. Существуют основные такие типы пульсуловителей. Это внутриульевые и внешние. И на доданах у меня применяются только внешние пульсуловители. Когда я работал на Украине с многокорпусными ульями, то там были внутриульевые пульсуловители. И я хочу сказать так, что они практически не работали. Мы не могли товарную пульсу в них получать. Потому что весь ульевой сорт, все, что сработает. Положите в улье на дно, чистый лист бумаги, и к вечеру на нем будет пару миллиметров ульевого сора. Если не вычистить этот сорт, завтра там заводится моль. И мое личное мнение, то, что я сам работал, внутриуль, ульевой пульсуловитель, это практически не работает. Ну, может, если вот как здесь показано, кассета, все там ничего не застраивается, все идеально, все это может быть. Ну, что в обычных условиях, пасечных условиях, у меня такое старое впечатление было, что работать такой пульсуловитель не будет. Лично я работаю вот такой вот деревянный пульсуловитель. Это пульсуловитель ПУ-11, латвийского производства. Это в советские времена деревянный ящик, карета, опорная решетка. Значит, как это вот то, с чем я и работаю. То, с чем пытался работать российского производства. Есть такие вот маленькие пульсуловители. Значит, не работали, не работал он у меня. Вот этот маленький не работает по той причине, что отверстия, куда проваливаются, должна проваливаться пыльца, сделаны чуть-чуть больше, там, может, на какой-то миллиметр. И полная корыта, к вечеру, пчелы. Другой пластмассовый пульсуловитель, тоже российского производства. Здесь обратная проблема. Отпорное отверстие, куда проваливается пыльца, сделаны маленькие. И уже к обеду вся решетка затоптана пыльцой, и пыльцы там очень мало. Если плохая погода, плохая погода, пчелы несут мелкую пыльцу, значит, пыльца туда попадает. Но если идеальная погода, когда пчелы несут очень крупную ножку, все это не работает, а просыпается на зелье. Значит, и прежде чем приступить к отбору пыльцы, надо подготовить ульи. Ульи подготовятся, ну, ульевое хозяйство у меня не в идеальном состоянии, скажем так. И ульи уже там выработали по 40-50 лет. То, значит, надо в первую очередь заделать все щели, чтобы пчелам не было никакого другого пути, только через пыльцуловитель. Если находятся малейшие где-то щели, сучок там выпал, значит, все, пыльцуловитель будет висеть, пчелы найдут любой обход через дно, через крышу, где угодно. Ну, пыльцуловитель, подготавливаю следующим образом, значит, есть вот в этом пыльцуловителе отверстие для выхода трутни. Если эти отверстия не заделать капитально, то пчелы, прилетая, не идут через решетку, выстраиваются в очередь и ждут, когда только, чтобы была секунда свободной, и тогда идут все сюда. Сюда они хотят идти. Любая дырка, и они, это самое, для них пыльца – это стресс. Значит, значит, знаем, что в нашей местности дожди, это, как и в любой местности дожди, значит, на улье решетка над козырьком козырек. Козырек, который и сюда 10 сантиметров выходит, и сюда, и здесь на 20 сантиметров. Ну, короче, закрыто, потому что, если козырька нет, любой дождь, и то, что у вас там превращается в кашуру. Значит, на дно корынца ложим такую бумажную прокладочку, потому что, если ее не положить, капельки дождя могут попадать туда, и это все. И в полевых условиях почистить практически, ну, очень сложно, невозможно. А так, если там что-то замокло, значит, эту прокладочку вместе с пыльцой выкинули, чистенькую другую положили, и все работает. Значит, как правильно собирать пыльцу? Значит, с минус того, что с весны пчелы работают у меня на нижний литок, пыльцуловители все висят только на верхних литках. Объясняю, почему. Если пыльцуловитель находится на нижнем литке, значит, все, что шевелится в траве, муравьи, бошки, там, мошки, бошки, все имеет тенденцию быть в корыте. Значит, только верхний литок. Значит, ну, надо заставить пчел, чтобы пчелы ходили. Значит, открывается сначала пчелы свистли на нижний литок, потом открываются оба литка, пчелы работают наверх, и потом закрывается нижний литок, пчелы начинают работать только наверх. И когда уже пчелы полностью приспособятся ходить только через верх, тогда уже можно подключать отборную решетку. Сила семьи, при которой начинают собирать пыльцу, где-то, чтобы было 12 травмок. По срокам это начало святения одуванщика. Это конец апреля, начало мая. Ну, значит, и сам процесс подключения пчеловителей тоже не для слабонервных пчеловодов, не для слабонервных людей, которые любят очень своих пчел. После того, как подключил, вся масса пчел собирается здесь, подключил, и я так делаю. Подключил и сразу уехал. Тогда нервная система свободна. На следующий день спокойно, на следующий день приехал, уже 50% работает, через день они все работают. Но есть, правда, отдельные семьи, которые категорически отказываются ходить через отборную решетку. Ведь я комом, так вот, и если два-три дня семья не работает, решетку подключаю, потому что она не будет работать. Значит, в природе пыльцы находятся значительно больше, чем нужно нашим пчелам. И поэтому я не боюсь отбирать пыльцу. Я знаю, что чем больше я пыльцы отбираю, тем большее количество пчел переключается на сбор пыльцы. Значит, ну, тенденция по сбору пыльцы такая получается, что в первые дни маловато. Ну, с каждым днем, как я говорю, пчел все больше переключает на сбор пыльцы. И динамика сбора пыльцы такая. Сначала меньше, меньше, потом больше, больше достигла пика. Потом начинает опускаться. Опускается по той причине, что пчелы начинают меня обманывать. Они несут мелкую обножку, через которую проходят через отборную решетку. И я вижу, если по своим килограммам, что у меня пошла динамика спада пыльцы, значит, надо на 2-3 дня отключить, они опять несут крупную обложку. И тогда вот такая борьба и победа на моей стороне. Значит, пыльцу нужно собирать, это такой продукт, нужно собирать ежедневно. Каждый день объехать все тачки. У меня под 100 километров выскакивает. И при сборе пыльцы, основное, еще не основное, но такой технологический момент, кто будет собирать, обращаю внимание, что все равно какое-то количество пчел где-то находит путь в корыться. Если там находятся мертвые пчелы, значит, надо необходимо их сразу же, когда сцепаешь ведро, этих пчел выкинуть. Потому что если высушишь, пока сушишь, надо мешать пыльцу, значит, пыльца уже будет пчелами. Это, ну, вот такой технологический момент. Сразу каждая, если там есть пыльца, значит, если там есть легкие пчелы, значит, их надо удалить. Ну, пыльцевлавители у меня, говорю пыльцевлавители, суши. Сушиные шкафы стерлитомакского производства. Вот такие вот поддоны, сеточки, значит, 10 штук в ящик. Типа такого ящика вставляется, тепловентилятор, и происходит сушка. 10 килограмм где-то входит на эти поддоны. Ну, опять же, процесс сушки пыльцы не совсем простой. Заключается в том, что надо при этой пыльце находиться. Хотя бы первую ночь, ну, ночь как-то ее только засыпал, потому что надо ее и помешивать, и менять вверх, вниз местами. Потому что на завтра мне сушилка, к вечеру завтра нужна пустая, свободная. И если, как сеном, скажем так, если ими не заниматься, то оно не высохнет. Точно так же и пыльцой, надо заниматься. Ну, значит, завод я со своей пасеки собираю до 500 килограмм пыльцы. Значит, при хорошем взятке с РАПСа пульсу ловителей отключаем. Потому что, ну, на 30-40% снижается медосбор. В этом году проводил пульсу, отбирал двумя этапами. Сначала до формирования пчелопакета. Пчелопакеты продаю каждый год, матка с заменой маток 100% каждый год. Значит, тут первый этап собирал пыльцу, пока были матки. Потом три недели был перерыв, пока матки облетелись. Матки облетелись, значит, вторая волна до цветения гречки. Ну, был сбор пыльцы. Ну, недостатки. Я уже говорил о недостатках сбора пыльцы. Это снижение медопродуктивности. Очень сильно повышается злобливость пчелосемей. Даже мирная окраинка становится с пульсу ловителями не совсем мирной. Значит, когда открыт только верхний литок, значит, в улье нарушается тепловой и влагостный режим. Вентиляция не хватает, и я пчел искусственно загоняю в роевое состояние. Чтобы пчелы у меня не роились, значит, путь один. Значит, замена матки. Поменял матку на молодую и уже, скажем так, несколько лет, что такое рой, я не видел и не знаю. Ну, и трудоемкость процесса заключается в том, что, значит, к часам пяти вечера надо заканчивать работу с пчелами. С пчелами уже вечером ничего не могу сделать, значит, надо объехать все, собрать. И ночь, опять же, тоже бессонная, надо ее сушить. Ну, оптовые цены на пыльцу у нас в этом году в размере 30-35 рублей, розница около 50 рублей. Если все посчитать, что ты собираешь, то в месяц можно поработать, это окупится. Или если супруге скажу, я не буду собирать пыльцу, меня не поймут. Все, спасибо за внимание. Спасибо большое, Саша. Особенно последнее вот это предложение, это такой веский аргумент в пользу профессионального сбора пыльцы. Спасибо большое. Ну, и сейчас я хочу очень кратенько представить нашу новую такую инициативу. Ну, как я уже говорила, все меня больше знают как учредителя фирмы «Анматур». Ну, я сейчас закрываюсь. Почему? Потому что в нашей стране так все плохо, что решили все-таки как-то прислушаться и, ну, чтобы все-таки выплыть, да, дать возможность оттолкнуться от дна и выплыть. И с 22 октября, ну, такое революционное принято у нас в стране. Я не помню как-то, то ли распоряжение, то ли декрет президента, то ли еще что-то. Но на самом деле, мне очень понравилось выступление Андрея. Я думаю, что мы только начали. Мы продолжим. Я уже чувствую, как мы будем в Польше выступать и дальше. Вот. Я просто хочу сказать всем заинтересованным в развитии своего частного бизнеса, в своей инициативе обязательно обратиться к нормативной базе. Очень много изменений. Действительно, дается свобода. Наступает какая-то вот какая-то вторая перестройка. Вот. Ну, и на фоне этой волны мы решили начать такое дело в Беларуси, как тоже начать шить текстильные изделия для пчеловодов. Ну, этого полно, да. Все знают, что очень много. Я всегда наблюдаю за тем, что когда мы едем в Польшу, как наш народ берет удар на костюмы, лысаня, покупает, носит, хвалит. Вот. Всегда захожу, так щупаю, смотрю строчку, ровно, неровно. Потом, как вы знаете, перед мероприятием я попыталась узнать, что наш народ думает на тему изготовления защитной одежды. Это для пчеловодов. Еще раз хочу всех поблагодарить. Очень ценные были советы и замечания. Вот. Ну, и мы решили, посмотрели, что в Украине это все очень бурно развивается. Ну, про Польшу я молчу. Чехи там тоже немножко шьют. У нас в Беларуси тоже изготавливается. Вот. Ну, и мы посмотрели, походили, приценились и решили, что мы, наверное, тоже начнем это дело, поскольку это сейчас можно без образования даже юридического лица. Вот. Но для того, чтобы представить какой-то продукт, так скажем, конкурентоспособный, нужно взять основные принципы, положить в основу своей деятельности. Вот. Ну, изучив то, что предлагается на белорусском рынке, мы решили взять себе за основу два основных правила. Первое. Это только качественная хлопчатобумажная ткань, потому что у лысаня это синтетика. Да, это хорошая, приятная на ощупь ткань. Но я очень часто слышала от пчеловодов, что это жаркий костюм. Жаркий. Ну, и все-таки играет свою роль другой фактор, как вот эта лейбочка лысань. Ну, лысань, это уже ясно, это мировой лидер. Ну, и как-то так, вот, идешь, лысый, ну, уже, уже вроде что там. Вот. Значит, хлопчатобумажная ткань только натуральная. Это раз. И второе, это изготовление. Вот когда приходишь в какой-то пчеловодческий магазин, ну, мы специально так походили, немножко посмотрели, там строчка ерундовая, кривая, там нитки плохие, там видно, там дернешь, оно сразу развалится. Вот. Потом, ну, видно, что человек просто хотел тупо срубить денег. Вот есть спрос, я вот куплю что подешевле, сошью что попроще. Ну, продам, все равно купят. Вот. Поэтому первое, это качественная, только качественная натуральная ткань. Второе, это качественное профессиональное изготовление, чтобы там не к чему было придраться. Вот. Ну, и, наверное, третье. Страна мы маленькая, да, в сравнении тем более с Россией. Пчеловодов мы, в общем-то, все знаем, да, в лицо друг друга. Нас немного. Поэтому мы будем делать ставку еще на, именно на индивидуальный заказ. Потому что, когда мы начали опрос в интернете, ну, мы просто поняли, что идеального, как здесь Мира говорил, нет идеального метода вообще пчеловождения. Каждый выбирает что-то для себя. Точно так же. Нет, наверное, идеального костюма. Каждый выбирает что-то для себя. Поэтому будем учитывать, прежде всего, какие-то вот индивидуальные потребности. Кому-то нужен карман там, кому-то сям, кому-то, чтобы на замке было, а кому-то только сплошная куртка. Ну, и так далее. Вот. И именно вот эти последние изменения в нашем законодательстве позволяют удешевить все это производство. Потому что без образования юрлица это сразу минус, куча-куча всяких платежей. Ну, и поэтому мы здесь просто пока, как нам посоветовали в интернете, просто что-то сшили, чтобы вы потрогали ткань, чтобы вы посмотрели ровность строчки. Ну, и хотели бы представить еще какие-то, какую-то продукцию, которая сопутствующая для пчеловодов. Ну, все участвуют в ярмарках, выставках, там, приглашают к себе. Нужен фартушек, например. Потом, когда я, например, еду за границу, у меня всегда, каждый раз, остро встает вопрос сувенирной продукции от белорусских пчеловодов. Так, надо себя контролировать по времени. Вот. И хотели бы предложить, опять же, предложить. Мы будем очень... У нас не массовое, не серийное будет какое-то производство, да? Чисто по заказу. Хотим просто предложить свое видение. Такие вот сумочки для меда, подарочный вариант. То есть такая сумочка, которую с медом мы дарим и как бы подразумеваем, что человек может этим пользоваться. Где-то какие-то координаты можно свои оставить и так далее. Ну, я хочу представить Светлану. Это моя очень давняя знакомая, подруга моя. Когда-то мы вместе работали в школе сто лет назад. Вот. Она всегда была мастер золотые руки, что называется, что касается шитья и что касается вообще подхода. Подхода такого очень тщательного, очень старательного. Ну и хотели бы что-то вот вам продемонстрировать и услышать, опять же, ваше мнение. Это просто такой пробный шар. Вот что вы скажете, так оно и будет. Ну и в дальнейшем будем в первую очередь прислушиваться к вашему мнению. И может быть, когда-то нам и удастся шить идеальный какой-то костюм для пчеловода. Хотя ясно, что какого не будет сто процентов. Добрый вечер. Я хоть понимаю, что вы все устали. И чтобы немножечко как-то разведить обстановку, я скажу, что, наверное, я одна из немногих, кто о пчеловодстве не знал до сегодняшнего дня практически ничего. То есть моя жизнь разделилась на двое. Еще вчера я была просто покупателем меда. И причем это было так вкусно-невкусно. Не более того. Сегодня я даже не знаю, что мне делать с этой информацией, которую я получила за несколько часов. Мне очень нравится та атмосфера, которая царит. Мне очень понравились доклады. Я не все послушала, но, во всяком случае, то, что я услышала, даже как человек совершенно далекий от этой темы, мне понравилось то, как вы горите этим делом. Это очень здорово. Вообще любое начинание начинается с самых маленьких шагов. Если кто-то когда-то мог услышать такую информацию, как зародилась фирма Икея. Ну, все знают мебель Икея, да? То есть хозяин, будущий хозяин Икея покупала журнальную историю, он у него не поместился в багажник, и он в сердцах спилил ножки или отломал ножки. Прямо там у багажника машины сказал, мебель так продаваться не должна. Он приехал домой, в сарай соорудил тот вариант, когда ему хотелось прийти в магазин и купить компактную мебель. Сейчас любую продукцию Икея можно купить практически в небольшой коробке, и даже ребенок справится с тем, как ее собрать. Это удивительно. Но я именно к идее того, что все начинается с маленьких шагов. Если вы сейчас вспомните свои первые шаги в пчеловодстве, я правильно говорю? То, ну, я не беру, наверное, Андрея, он потомственный, получается, пчеловод. У него... Ну, если это не касается потомственных пчеловодов, то вот мы даже по дороге сюда, Виктор рассказывал свою историю. Виктор, как вы пришли? Все начали ищать. Не надо. Вот этого и максимально надо. Хорошо. И если вы вспомните первые шаги, вы улыбнетесь и будете снисходительным к себе, к тем. Поэтому все, что мы сейчас просим от вас, это ваши улыбки и снисхождение, потому что наши шаги самые первые. Что касается куртки, то здесь уже сразу скажу, вот этот узел, мы ничего не изобретали. То есть мы действительно просмотрели и ролики на Ютьюбе. Причем, что касается лицевой сетки, правильно, не маска, а сетка, да? То в течение трех минут в одном ролике человек расхваливает лицевую сетку европейского вида. И следующий ролик идет, где другой человек критикует ее точно так же яростно. Поэтому вот этот узел, он еще не проработан. Поэтому сразу говорю, качество здесь, ну, мне не нравится. У нас эта куртка ушила профессиональная шлия, но так как она никогда не собирала вот этот узел, ей было трудно. Она не понимала по ролику, что именно от нее хотят. Но все остальное, если вы посмотрите, качество ткани, качество ниток, качество строчек, и более того, не знаю, насколько вам это будет привлекательно, но рукав состоит из двух деталей. То есть это позволяет все-таки, ну, более быть, повторять контур руки, то есть это более комфортно. Опять-таки нам нужно, чтобы вы говорили, нужно вам это или нет, потому что это усложняет процесс, удлиняет процесс сборки этого изделия. Безусловно, мы в чем-то эту куртку скопировали у украинцев. Мы не изобретали велосипед, даже не будем ничего говорить в свое оправдание, потому что если бы мы его изобрели, через пару часов Google сказал, что мы немножко опоздали. Что касается карманов, да, карманы здесь на липучке, потому что, судя по ответам в анкете, вы писали о том, чтобы из карманов ничего не вываливалось. И замка не надо. Почерьте, что не надо замка. Честно вам, не надо. Фадеич, я вас умоляю, значит, вам не надо, вам сделаем без замка. Кому надо, сделаем. В том-то, понимаете, в том-то и суть, что мы слушаем каждого, каждого. Нас немного. А замка не надо? Хорошо, хорошо. Для вас не будет замка. Смотрите, здесь карманы.